Господа, сегодня у нас не очень сложная, но зато принципиально очень важная версия. Мы научимся узнавать, сколько корней имеет уравнение на данном отрезке. Давайте объяснём, о чём здесь речь. Вот когда у нас есть парабола, то может быть два корня, может быть один корень, а может быть, что и вообще парабола расположена так, что корней нет. Как известно, это зависит от дискриминанта. И по коэффициентам многочлена вы легко можете выписать этот самый дискриминант. Это b квадрат минус 4ac. Вот если дискриминант положительный, то ситуация такая, в зависимости от знака а, вверх или вниз. Если дискриминант равен нулю, то картинка это касание. Если дискриминант отрицательный, то в таком случае корней вообще нет. А вот представьте себе, если я задаю вам более точный вопрос. На данном отрезке, ну, например, на отрезке от 0 до 8, чтобы был ровно один корень, Можете ли вы по коэффициентам многочлена выписать условия? Ну, конечно, можете. Вы понимаете, что значит один корень. Это значит, или здесь значение положительное, да, а здесь отрицательное. Ну, в общем, напишите, то напишите. И довольно большая часть задачи для школьников, начиная с 8 класса, связана вот с проверкой такого умения, да, понимания, когда там у многочлена есть корень, когда нет, где-то на отрезке один. А вот опять то же самое, только для многочлена любой степени. Сможете ли вы по коэффициентам сказать, вот на этом отрезке будет там один корень, или два, или три, или сколько? Оказывается, это можно сделать. Более того, оказывается, это не очень сложно сделать. И теорема, которая отвечает на этот вопрос, называется теорема штурма. Это просто фамилия математика. Он чрезвычайно гордился тем, что придумал эту теорему. Для того, чтобы мы с вами все это поняли и доказали, нужно, чтобы мы знали, что такое производное. И чтобы мы знали, что такое деление многочленов состава. Собственно говоря, кроме этих двух важных понятий, ничего не потребуется. Поймите, присмотрим. Если у нас есть совершенно любая функция, мы прикладываем линейку к графику, то согласитесь, что есть такое понятие, как касательное. Вот я в разных местах нарисовал. И ясно, что вот здесь касательное горизонтальное, здесь функция убывает, и поэтому касательное расположено вот так. Здесь функция возрастает, она расположена вот так. Понятие производной превращает вот такие вот наглядные представления о том, что где-то идет вниз графика, где-то вверх, в точной формулировке. Для того, чтобы это сделать, давайте присмотримся вот к этому участку. Посмотрите, здесь есть некоторая точка, назовем ее точкой А. Есть график F от X. Давайте посмотрим, как определить касатель. Если вы скажете, что касательное – это прямая, которая имеет единственную общую точку с графиком, то я, конечно, сразу возражу, что, например, у параболы вертикальная прямая имеет единственную точку. Но это, конечно, не касательное. А вот такая имеет тоже единственную точку, но это касательное. И бывает хуже. Бывает график. Y равняется X куб. Все знают, что он будет вот так, да? Y равняется X куб. Очень хочется назвать ось абсцисс касательной вот в этой точке. Но, с одной стороны, пересекает, а с другой стороны, хотелось бы как-то понимать, что, по сути, здесь график идет какая-то прямая. И еще одно важное обстоятельство. Вот посмотрите сюда. Здесь касательное при продолжении пересечет график. Вот очень важно, что оно все равно касательное. Потому что нам не так интересно, что будет там, как интересно, что будет здесь. Так вот, что называется, все это вместе приводит к одному важному определению. Что такое касательное? Оно короткое, но его надо обязательно запомнить наизусть. Касательное – это ни в коем случае не определяется как единственная точка пересечения. Нет. Касательное – это предельное положение секущей. Предельное положение секущей. Осталось понять, что такое секущая. Секущая – это очень просто. Мы должны взять любую точку на графике. Давайте вот это место обозначим А плюс H. и провести прямую через вот эти две точки. Эту точку обозначаем А, вот эту точку обозначаем В. Заметьте, пожалуйста, точка В зависит от H. Какие координаты? У точки А координата – это абсцисса А, и ордината – F от А. У точки В – абсцисса А плюс H. И ордината – F от А плюс H. Так вот, предельное – это значит, что мы потом устремим H к нулю. Будем говорить, что H все меньше, 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 меньше. Когда мы проводим вот эту самую секущую прямую АВ, то у нее, разумеется, есть угол наклона к асси абсцису. И возникает так называемый бесконечно малый треугольник. Его очень любят рисовать физики. Значит, треугольник вот с какими, смотрите, сторонами. Вот эта точка А, вот эта вот точка В, давайте здесь поставлю точка С, да? Здесь 90 градусов. Вот этот отрезок длины H, а вот этот по вертикали. Это вот что такое – разность ординат. То есть F от А плюс H минус F от А. Отлично. Ну и, естественно, у этого угла есть тангенс. Тангенсом угла ВАЦ называют отношение противолежащего катета к прилежащему. F от А плюс H минус F от А мы должны разделить на H. И вот если при стремлении H к нулю этот самый угол стремится к некоторому одному положению, или другими словами, вот эта вот величина стремится к какому-то пределу, то соответствующую функцию называют дифференцируемой в этой точке. А вот это вот, к чему стремится это выражение, называют произволом. Значит, если я интересуюсь вот этим вот нашим детским пунктом сегодняшней программы, то фактически я его уже вам рассказал. Пишем. Предел при H стремящемся к нему F от А плюс H минус F от А разделить на H. Если этого предела нет, то в таком случае говорят, что касательный нет. Если этот предел есть, то касательное есть, и угловой коэффициент этой касательной это как раз и будет величина, которую принято называть F штрих от А. Мне потребуется несколько формул, производных для того, чтобы это дальнейшее имело смысл. Главная из них, это такая, я должен научиться дифференцировать многочленных. То есть я вместо функции F сейчас возьму какую-нибудь конкретную функцию, ну, например, многочлен 4 степени. Я думаю, что я думаю, что этого будет достаточно, потому что вы наверняка поймете альфа, бета, гамма, дельта, х и епсилон. Альфа, бета, гамма, дельта и епсилон это абсолютно произвольные конкретные числа. Меня интересует, если вот эта функция это F от X, меня интересует, чему равна ее производность. Я сейчас очень просто все это сделаю. Смотрите, вместо X я подставляю A плюс H. Ребята, это один раз в жизни надо просто либо самому выписать, либо посмотреть, как кто-то другой выписывает. Это, честное слово, очень легко. Дельта, а плюс h плюс епсилон. И из этого надо вычесть альфа, а в четвертой, бета, а в кубе, гамма, а в квадрате, дельта, а и с епсилон. Вот. Ну и понять, что же это будет. На всякий случай. X плюс Y в квадрате, это вы, конечно, знаете, это X квадрат плюс 2XY плюс Y квадрат. X плюс Y в кубе, надеюсь, тоже знаете, это X куб плюс 3X квадрат Y плюс 3XY квадрат плюс Y куб. X плюс Y в четвертой степени очень похожая формула, так называемый бином гетона. Все это, это частные случаи формулы бином гетона. 4X куб Y, 6X квадрат Y квадрат, 4XY куб, и, наконец, Y в четвертой. Ну, на самом деле, они все получаются очень просто. Надо вот эту формулу умножить на X плюс Y и посмотреть, какие будут коэффициенты. И в общем случае, когда у нас есть формула X плюс Y в степени N, то будет так. X в степени N, X в N минус первой Y, ну и так далее. Отлично. Вот это я, собственно говоря, сейчас буду использовать. Смотрите, господа. Я раскрываю A плюс H в четвертой степени и понимаю, что вот это вот A в четвертой не уничтожится. Поэтому останется следующее. 4 А в кубе H, 6 А в квадрате H в квадрате, 4 А в кубе H в кубе, и еще будет альфа H в четвертой. Это я раскрыл здесь. Дальше каждая скобка будет все легче и легче. Когда я раскрываю куб, то смотрите, что будет. Будет 3 Б 3 Б А в квадрате H, все понимают, да? Плюс 3 Б А в квадрате плюс H в кубе. Так, здесь, когда буду раскрывать скобки, будет 2 Г А в А в плюс H в квадрате. И, наконец, Эписимон кишки исчезнет, а вот здесь останется Дельта H. Казалось, что страшно, а вообще-то не так уж и страшно. Я полностью все выписал. И теперь я напишу то выражение, которое на самом деле меня интересует. F от А плюс H минус F от А разделить на H. Смотрите, вот то, что здесь написано, это на самом деле числитель. Когда я делю на H, надо просто каждое слабляемое разделить на H. Получится такая величина. 4 А А куб плюс 6 А А квадрат H. Дальше 4 А А H квадрат понимаете? Дальше А А куб все, я с этим разобрался. Потом плюс 3 бета А квадрат 3 бета А квадрат плюс 3 бета А А А плюс А квадрат плюс 2 гамма А плюс А плюс дельта гамма и сейчас очень важная история надо не просто смотреть на этого аж а надо найти его предел когда H стремится к нулю все просто вот то что я сейчас обвожу будет стремиться к нулю потому что а постоянное число и это будет стремиться к нулю и это и вот это будет стремиться к нулю ребята здесь огромное количество слагаемых стремятся к нулю остаются только такие величины 4 а в кубе 3 бета а в квадрате 2 гамма а и я могу сейчас все стереть и написать окончательный ответ вот его надо что называется на всю жизнь запомнить потому что он простой 4 альфа а в кубе что здесь произошло альфа осталась четвертка спрыгнула и естественно вместо х появилась та точка в которой мы берем производную дальше тройка спрыгнула что а а а а спасибо спасибо итак f а это 4 альфа а здесь спрыгнула остался 3 бета а квадрат 2 гамма а и и а как это записать формулой что называется чтоб запомнить но формула такая когда дифференцируешь x в степени n то n надо из показателя сбросить вниз и написать здесь x в степени n на самом деле эта формула верна не только для натуральных чисел n она верна и для дробных и для отрицательных для всех эта формула верна кривом n но это я сейчас доказывать не буду потому что меня сегодня интересует только многочлен да вот то что мне главное нужно уже произошло я научился дифференцировать любой многочлен то есть надо его списать по степеням x и вот так хорошо хорошо но правило дифференцирования произведения она же называется формула лейбинс дифференцирования господа представьте себе что у нас есть две функции функция f и это функция g если мы знаем что и у одной и у другой есть производная в точке а то в таком случае смотрите что можно сделать f от а плюс h ну здесь все абсолютно понятно g от а плюс h минус f от а нас интересует вот такой вот предел казалось бы не очень понятно что с ним делать потому что здесь от а плюс h в обоих случаях а здесь от а но можно чуть-чуть изменить эту формулу и все станет легко и все станет легко а именно да вот здесь написать а плюс а умножить на g от а плюс h минус f от а умножить на g от a плюс h плюс f от а умножить на g от a плюс h и минус f от a g от а я просто-напросто одну и ту же величину написал с минусом или с плюсом И разложить это следующим образом. По-прежнему предел при ашек, стремящемся к нулю. Здесь выношу g от а плюс аш. И получаю такую штуку. f от а плюс аш минус f от а, деленное на аш, умножить на g от а плюс аш. И еще плюс. Вот это. Здесь f от а выношу. А будет так, g от а плюс h минус g от а, деленное на аш. Смотрите, теперь все легко. Когда аш стремится к нулю, то у меня вот это стремится к g от а. Вот это стремится, вы же сказали, что производная f существует, стремится к f штрих от а. Ну это оно и есть и форта. А вот это стремится к g штрих от а. В результате получается замечательная совершенно формула. Если мы с вами решили продифференцировать вот такое вот произведение, то оказывается формула очень простая. Надо продифференцировать первый множитель, а второй оставить прежний. И прибавить к этому наоборот, когда мы продифференцировали второй множитель, а первый оставить прежний. Ну то, что производная сумма равна сумме производных, надеюсь, что над этим и так все понятно. Вот, я буду меня объяснить, что такое производная, даже вот научились на производных произведениях читать.